К звуку бензопил на бирюзовой катуне местные жители уже привыкли. Ведь международный фестиваль деревянных скульптур «Алтай. Притяжение» проходит уже в третий раз. В этом году он собрал 33 мастера, которым предстояло бороться за главные призы. Мы очень рады, что свое мастерство показали мастера из Ирана и Казахстана, Китая и Белоруссии. И, конечно, из многих и многих регионов нашей замечательной России. Мероприятие прошло при поддержке правительства региона. В конкурсе было представлено две основных номинации, связанных с созданием парковых скульптур. Индивидуальная и командная. Срок – неделя. За это время участники какие только фигуры не сделали. Помимо животных и людей, популярны были символы из Казания Алтая. Я почитал легенды Алтая, и меня что-то вдохновило. Тапшур – это женщина играет на инструменте. Женщины вдохновляют всех, и поэтому пускай она вдохновляет здесь всех. Задумка такая. Композиция называется «Слияние», потому что это слияние двух рек – Беи и Катуни. И они образуют тем самым общую реку. Вот. Естественно, Катунь бирюзовая, а Бея такая зеленоватая. Как рассказывают жюри, самое интересное началось в последний день, когда скульптуры ставили вертикально. Тогда-то и появились сомнения, кого же сделать победителем. Все же критериев оценивания много. Что мы оцениваем? Или именно декоративность, мастерство резчика, мастерство декоратора, или мы оцениваем в принципе скульптуру, которая несет образную составляющую, художественную составляющую, которая работает в пространстве, которая отбрасывает тень, у которой есть силуэт. В последний день участники еще и проявили себя в Блице. За час создавали фигуры из бревна. Кстати, большую часть работ, созданных на фестивале, оставят на бирюзовой Катуни. Две скульптуры уедут в село Алтайское, а еще три – в Барнаул. И будут установлены в Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства. Данил Кузнецов. День с толком. День с толком.